Итак, выбираем объекты благоустройства общественных территорий. Сразу скажу, что если вы захотите по-настоящему проголосовать, надо заходить, еще раз напоминаю, на сайт 27городсреда.ру, либо зайдите на него через свой кабинет на госуслугах. За городсреда еще есть сайт. И проголосуйте там по-настоящему. У нас принципиальный спор, символический, если можно сказать. Ленин или Серж. Но я как человек, который живет возле улицы Ленина, должен был, наверное, за Ленина высказываться. А все-таки вот сквер на Серышева, мне кажется, я в него больше. А ты знаешь, Егор, вот я, как житель улицы Ленина, сегодня действительно принимала участие в интерактивном голосовании и проголосовала за Ленина. Кстати, давайте еще раз скверы эти покажем, потому что Серыш, что более-менее всем понятно. Это трехгорный. Это трехгорный. За него тоже можно проголосовать, просто именно в эфире у нас в интерактивное голосование не попал. Вот это на улице Ленина, а вот этот на улице Серышева. Ну, все понимают. Ну, да, если там еще и транспортно как-то все наладить, вообще... В общем, о том, как проходит голосование, сколько осталось дней, и кто лидирует, и вообще, как узнать о подробности проекта, расскажет сегодняшняя гостья. Марина Морозова, начальник отдела по работе сообщественности и информатизации Министерства ЖКХ Хабаровского края. Здравствуйте, Марина Сергеевна. Здравствуйте. Вообще активно голосуют или нет? Очень активно голосуют. Хотя мы прекрасно понимаем, что самая главная активность на финальной стадии. До финала осталось буквально две недели, поэтому приглашаем хабаровчан и жителей Хабаровского края активно принять участие в голосовании. Ну, а на сегодняшний день более 36 тысяч человек уже проголосовало. 36 тысяч человек. Ну, казалось бы, достаточно большое количество. Но вот все-таки, что это решит? То есть, это ведь не первый год подобное проводится. Какие объекты ранее удалось благоустроить благодаря вот такому голосованию? Более 300 объектов уже благоустроено. С 2017 года начинается работа по голосованию. Муниципальные образования сами проводили свои голосования, собирали инициативные группы. Ну, а само онлайн-голосование такое, в каком виде мы его видим, да, сегодня, в каком виде принимаем участие, с прошлого года. Объектов очень много. Многие стали центром притяжения нашей общественности. Даже, наверное, не только центром притяжения, а имиджевыми точками. И создают позитивный, благоприятный... А что это за объекты? Это дружелюбный образ нашего региона. Если говорить о Хабаровском крае, это сквер на Ленинградской, сквер шахматы. Если говорить о городе Хабаровске, это сквер Лики. Это территория Ленина 90. То есть, это все то, что было в прошлые годы благоустроено. Но мне больше всего нравится. Это не пиар, а ради, что называется. Мы были много где, на каких территориях, в каких муниципальных образованиях. Территория озера в поселке Корфовский. У меня просьба. Там есть фотографии, было и стало. Это примеры из разных населенных пунктов. Да, это как раз те объекты, которые были благоустроены. Если вы думаете, что это только в Хабаровске, на самом деле основная эта работа как раз в мелких населенных пунктах. Если говорить этот год, это 53 муниципальных образования. Это достаточно много. Среди них и города, и малые муниципальные образования. Но в основном, конечно, города. Амурск, Комсомольск, город Хабаровск. То есть, я правильно понимаю, человек может, ну, например, живет он где-нибудь вот в том же Корфовском. Он заходит на сайт, выбирает свой населенный пункт. И дальше что? Ему предлагается какой-то перечень объектов? Или что? Или он может сам предложить какой-то объект? Нет, там уже перечень объектов готова. Предложен этот перечень объектов, среди которого он может выбрать тот объект, который он бы хотел, чтобы благоустроили в первую очередь в 2023 году. Ну, там в каждом населенном пункте достаточное количество, в том числе такие места, про которых я как хабаровчанин даже впервые узнал. Ну, в частности, вот этот самый парк имени 50 лет СССР. Я и не знал, что он там есть, хотя родом из Картнофлотского района. А на будущее, ну, вот каждый год же проводится, соответственно, если кто-то, у кого есть предложение что-то благоустроить, надо просто подавать заявки в следующем году в ГОС. Каждое муниципальное образование у себя на сайте объявляет время работы комиссии. В эти комиссии входят и молодые художники, дизайнеры, архитекторы, работники муниципальных образований, лидеры общественного мнения. В общем, список нескончаемый. Эти комиссии принимают предложения от жителей, формируют эти предложения в определенный рейтинг. Именно этот рейтинг, с учетом мнения жителей края, выставляется на онлайн-голосование. Я прям знаю, какое мнение высказать по поводу индустриального района. Ты знал, что у нас в городе есть кошачий сквер, например? Это вот оборонная... Кошачий сквер? Я знаю, собачий сквер есть в каждом микрорайоне. Ну, он там вообще просто принципиально есть. То есть, Егор, если есть желание, инициатива, можно на следующий год, мы надеемся, что это голосование станет доброй традицией, предложить этот сквер к благоустройству. Ну, самый главный вопрос в финансе. Как я понимаю, заранее нельзя сказать, сколько финалистов получат в финансировании, да? Потому что зависит от того, какой объект победит, да? Совершенно верно, да. Это может быть несколько первых мест, там до пяти объектов, точно может быть в городе Хабаровске, в городе Комсомольске. Но мы всегда отталкиваемся от масштабности дизайн-проекта. Вот в прошлом году одна из территорий победителей Самбо-90, это большая территория, на ней масштабная реконструкция, территория, поделенная на четыре части. Поэтому понятно, что большую сумму забирает эта территория. Но вот сейчас эти лидеры, три сквера, если они победят втроем... По-моему, они могут претендовать на благоустройство. Все три, да? А как получается, то есть есть одна сумма, которую на следующий год запланировали, смотрят... В целом муниципального образования есть эта сумма, да, и потом смотрят по, еще раз говорю, по масштабности этих территорий. Кстати, если говорить о дизайн-проектах, где-то есть дизайн-проект, и это тоже проекты, когда ставят малые архитектурные формы, лавочки, освещение. Ну, то есть тот минимум, да, асфальт, бордюрный камень. Ну, а где-то есть целые парки. И напоминаю, в городе Хабаровске это парк сказок. У меня просьба показать фотографии голосования, я просто объясню, как можно узнать подробности. Там много разных объектов, и не везде есть дизайн-проекты. И если... Ну, там все равно, можно показать? Вот, если вы пройдете по ссылке, зайдете на голосование, выберите вот объект, который вас интересует. Например, площадь Серышева или парк имени 50 лет СССР, вот там будут контакты, там будут телефоны, по-моему, электронная почта даже есть. Да. И, соответственно, если у вас будут вопросы по этому проекту, как собираются благоустроить ту или иную территорию, там можно будет позвонить, и автор проекта вам все расскажет. Можно прокомментировать, да, особенности дизайн-проекта, что предполагается сделать на территории. Но, коллеги, я еще хочу добавить, что, кроме того, портала Госуслуг, да, еще есть работа волонтеров. В Хабаровском крае более 300 волонтеров приступили к работе. Это наши торговые центры, это наши кинотеатры. И вот буквально сегодня ехала, а тут я аккуратно вам подмигну, напротив территории площади Серышева, потому что сама за нее же проголосовала, живу рядом, не пиара ради, опять же. И смотрела, что и там работают волонтеры с планшетами. Поэтому, если видите таких людей в брендированной форме, они помогут проголосовать на портале. Марина, вот такой вопрос еще, вот зависит ли количество, объем финансирования от того, насколько активны будут сами хабаровчане. Потому что, вот с одной стороны, проголосовало 36 тысяч, да, но вот они самые активные выбрали. А если будет 100 тысяч человек, можно ли рассчитывать, что количество объектов станет больше, например? Ну, таких жестких правил Минстрой Российской Федерации не ставит, но, в принципе, можно рассчитывать. Да, в любом случае будут делать акцент на активность жителей. Кстати, у нас есть муниципальное образование, которое свой КПА уже давно закрыли. Это Бикинский муниципальный район, муниципальный район имени Лозо, Хабаровский муниципальный район, город Амурск, город Бикин. Самые активные жители пока на этом этапе голосования оказываются живут там. Самые активные, как всегда, хабаровчане, да, наверное? Ну, у нас еще есть две недели, поэтому мы ускоримся. Так, а можно все равно, мы каждый раз спрашиваем, но каждый раз все равно потом спрашивают, что с площадью Блюхера? Площадь Блюхера на себя взял инвестор. Которая, ну, первоначально победила в прошлом году. Да, в прошлом году эта территория заняла первое место и с таким лидирующим финалом, в общем-то, обогнать ее было нереально, мы все прекрасно видели. Порядка шести тысяч голосов она набрала. Частный инвестор принялся реконструировать этот объект. На сегодня работы еще идут. Они, кстати, были начаты в прошлом году и до конца этого года будут закончены. Ну, и, соответственно, вот те средства, которые как бы туда должны были пойти, достались второму месту? Они были далее, совершенно верно, они были распределены далее, на территорию Самбо-90 и на сквер в Южном. Вы знаете, приходят нам сообщения от наших телезрителей, вот что пишут. Простите за мое субъективное мнение, пишет Андрей, но какой сквер на Ленина? Ведь это просто кусочек зеленых насаждений, который окружен зданиями и улицей, заполненной практически круглосуточно автомобилями. А если говорить про Серышева, то это сквер, это просто пятачок зелени, вокруг которого в десятки метрах круговое движение. Какие лавочки там пишут, дышать нечем. Просят сделать Амурский бульвар, и до этого еще пришло сообщение, что лучше приведите в порядок набережную. Ну вот, в общем, пожеланий довольно много, но с другой стороны, важно, зайдите на сайт и попросите. Я, как житель улицы Серышева, не согласен. Мне кажется, там какое-то благоустройство на площади Серышева, оно просто напрашивается. Даже если вы там гулять не собираетесь, просто мимо проходить, ну приятнее, когда там... Но если говорить про Амурский бульвар, в прошлом году, и в прошлом году он участвовал в голосовании, не набрал достаточного количества голосов, но есть шансы вот у людей, которые принимают. Ну да, он, кстати, есть же в перечне, просто пока набрал совсем немного. Если вы действительно хотите проголосовать за Амурский бульвар, заходите, в принципе, осталось две недели. Можете целыми инициативными группами это делать. А еще вопрос, вот если я сегодня приняла уже участие в интерактивном голосовании, и захочу завтра еще раз проголосовать, можно ли это делать несколько раз? Нина, к сожалению, нет. Да, я пробовал, честно говоря, не получается, там сразу вычисляют. Ну потому что через госуслуги, ну а там ты два раза не зарегистрируешься, там внимательно. Но в любом случае, чем больше будет голосов, тем объективнее будет менее. Это к тому, что надо голосовать не просто так, а подходить к этому взвешенно. Честно говоря, мне пришло вот сегодня сообщение, люди удивляются, почему там какое-то время, по-моему, и сейчас вот лидирует сквер, простите, парк 50 лет. Можно показать, вот среди объектов он первый там. Это в Краснофлосском районе, там, как я понял, просто зарос деревьями место на пересечении Трехгорной и Тихоокеанской. Спрашивают, вот как он может лидировать, его же никто не знает. И подозревают, что кто-то проталкивает этот проект. Я хочу сказать, нет, такого невозможно. Я хочу сказать, что работает горячая линия. Вот он, вот он. И буквально, наверное, за последние 4 дня узнавали именно об этой парковой зоне, ну, человек 20. Поэтому сказать, что никто не знает, ну... Ну, а с другой стороны, если хоть куда видно можно смотреть на площадь Серышева, да, или на территорию, которая вот на Ленина 73, то вот эта территория, наверное, для жителей северного того же микрорайона намного важнее. И, опять же, она в первую очередь требует благоустройства, потому что там не сделано ничего. Но, тем не менее, вот можно ли сказать, какое количество объектов будет выбрано в следующем году? Или пока вообще очень тяжело говорить? Цифра уже есть. 81 общественная территория будет отобрана из 243, представленных на портале. Три на место конкурс, получается, у нас. Ну, где-то, может быть, пять, где-то две. Ну, в среднем, да. Ну, и самое главное, напомним, что голосование будет идти до 30 мая. И если вы не согласны с тем, как оно идет, вот вы хотите, чтобы победил проект Амурского бульвара, ну, обзванивайте всех знакомых, ходите по соседям. На самом деле, вполне реально собрать несколько сотен людей, чтобы вырваться вперед. Ну, опять же, ведь многие говорят, что власти ничего не делают, а сами и с дивана не поднимаются. А тут не вставая с дивана, можно выбрать вариант и действительно проявить свое мнение. Опять же, а как Амурский край смотрится на фоне других регионов? Сравнивали? Есть ли такое вот мнение? Я хочу сказать, что каждый год Минстрой Российской Федерации подводит итоги индекса качества городской среды. И вот если говорить о Дальневосточном федеральном округе, то можно сказать, что три города – Совгавань, город Амурск и город Хабаровск – стали самыми благоустроенными ДФО. Мне кажется, это тот показатель, когда люди активные. А один из объектов, один из показателей благоустройства – это комфортная городская среда. Но это ли не показатель того, что если мы хотим, чтобы наш город был благоустроенным, то мы, наверное, платим все в голосование. Я ваше высказывание напомню зрителям, когда у нас начнется рубрика «Голос народа», там показывают такие места, которыми особенно не погордишься. Но они в любом городе, наверное, есть. Ну, конечно, в любом случае. Самое главное, что мы можем сами взять и повлиять на решение. И это очень важно. В общем, голосуйте. На самом деле, никто никому не подсуживает. Вы можете… Кстати, а не было случаев, когда половили кого-то на подсуживание, нет? Нет. Никто не двигал свои проекты, слышите? Нет, абсолютно. Ну, так же, через госуслуги. Ну, просто, если вся семья проголосует, если ты убедишь всех проголосовать, то у каждого же свой конкретно взятый был. Портал «Загородсреда.ру» – очень умный механизм. Он прекрасно эти все вещи отслеживает. Поэтому нет таких ситуаций. Да, я три раза пытался второй раз проголосовать. Мы тоже пробовали и это делали, да. Спасибо. У нас в гостях была Марина Морозова, начальника отдела по работе общественности и информатизации Министерства ЖКХ Хабаровского края.